На этой неделе стали известны итоги до выборов в региональный парламент. В Архангельской области голосование шло по трем избирательным округам. В Котласе для голосования были доступны 14 избирательных участков, однако итоговая явка удручающе низкая. Из 30 тысяч человек на выборы пришли всего 2754 жителя, это около 9%. Больше доверия котлашане высказали врачу Котласской больницы, представителю партии «Единая Россия» с завтрашнего дня уже экс-депутату городского собрания Николаю Тараканову. Его кандидатуру поддержали 1459 избирателей. Я ознакомлен главой с проблемами, которые в настоящее время в городе существуют и которые требуют решения. Это и строительство нового садика, новой школы, продолжение программы газификации микрорайона Болтинки. Это и реконструкция путепроводного горбатого моста. На этой неделе в Котласе прошла 55-я сессия городского собрания депутатов. В ее повестке всего 9 пунктов. В начале заседания выступил глава. Андрей Бральнин представил народным избранникам ежегодный отчет о работе в 2016 году. В докладе объема порядка 50 страниц обобщены результаты деятельности как самого городоначальника, так и администрации. Второй отчет сессии об исполнении бюджета за прошедший год. Также народные избранники скорректировали суммы в действующей казне, внесли изменения в план приватизации, присвоили Анатолию Костину и Дине Кокориной звание почетный гражданин муниципального образования и увековечили память заслуженных земляков Анатолия Елисеенкова и Владимира Петухова. На этой неделе сотрудники полиции и МЧС закрыли еще один подпольный игровой клуб. Заведение, где незаконно велась игровая деятельность, располагалось на улице Маяковского. Внутри находились потенциальные игроки, работали 14 компьютеров, их позже изъяли. Данное заведение в Котласе весьма популярное. В ходе проведения спецопераций в клуб не раз заглядывали подозрительные личности. Все находившиеся внутри в момент облавы были доставлены в полицию для дачи показаний. Ведется следствие. На этой неделе стали известны результаты по комплектованию детских садов. Всего на очередной комиссии было рассмотрено 2062 заявления, подавляющее большинство о предоставлении мест в детских садах. По результатам рассмотрения, самой многочисленной стала возрастная группа от 2 до 3 лет. Для них выделено 715 мест. От года до 2 лет в дошкольные учреждения пойдут 237 малышей. Также удовлетворено 275 заявлений о переводе из одного детского сада в другой. Узнать, попали ли вы в счастливый список, можно на официальном сайте города. Всего там 1300 человек. Всем им необходимо получить направление в садик. На этой неделе увеличилось количество укушенных клещами. На сегодня нападению опасных насекомых в Котласе подвергся 81 житель. По сравнению с прошлой неделей, этот показатель увеличился на 17 человек. В Котласском районе 47 укушенных. В этом году погодные условия значительно снизили риск укуса. За аналогичный прошлогодний период в Котласе укусом клеща подверглись 228 человек. В районе 86. Минимизировать опасность помогает окорицидная обработка территории. Обычно это места массового отдыха, детские сады, школы, летние оздоровительные площадки, а также дачные участки. Последние заказывают обработку в частном порядке. Продолжение следует...